приветствую вас на самом модном дизайнерском канале Таня про дизайн в этой серии вы увидите как из 25 квадратных метров можно сделать полноценную квартиру я честно сказать не представляю потому что моя комната 25 квадратных метров квартира находится в этом доме мы сейчас встретимся с Леной Морозовой чей проект здесь было реализовано сегодня у нас будет необычный день сегодня мы будем посещать очень маленькие квартиры в больших домах как сейчас модно нет маленькую квартиру одну из маленьких квартир посетим в большом доме сейчас очень модно строительство в нашем любимом Москве многоэтажных зданий с маленькими студиями и апартаментами которые действительно очень маленькие рассчитаны на проживание одного человека поэтому я сегодня утром задумалась у меня моя комната с гардеробной 25 квадратных метров а здесь целая квартира 25 квадратных метров мне уже не терпится просмотреть как ты вообще это все построила вообще это было очень интересно здесь можно еще и кухню поместить и санузел и кровать там диван да скорее всего обеденную зону и рабочее место обалдеть и рабочее место как работает там в данный момент потому что все на карателе пойдем теперь именно и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Архитектор В таких маленьких квартирах обязательно нужно предусматривать большие зеркала Поэтому мы используем вот такой шкаф, который у нас имеет две зеркальные двери И это, во-первых, обличивает пространство Во-вторых, дает возможность хозяйке перед выходом смотреть свои позиции спокойно на работу Мне так хотелось, чтобы здесь было все идеально Я так ходила, мучила этих рабочих Они мне действительно и мебельщиков такие, чтобы они сматировали Это мне нужно Да, ты нам расскажешь, где ты покупала Свет? Ну, Свет покупала в компании одного из моих поставщиков Это наш российско-китайский производитель Сатильники недорогие Всего 4 тысячи У нас есть 24 сета Один около кухни, когда ты готовишь А второй, когда ты уже находишься в зоне комнаты Это, допустим, есть гости, когда нужно больше Света И плюс к этому мы можем включить, вот, если уж совсем, вот, какой-то движняк происходит Мы же не включаем здесь еще два светильника И вечером здесь очень комфортно Здесь вот такая вот головая процесса на кухне Как вы знаете, я очень замороченная Я очень люблю, чтобы была видна нижняя плоска шкафов Я всегда стараюсь таким образом проектировать кухни Да, чтобы у нас еще была дополнительная панель Нижняя, которая является такой же, как и фасады И у нас получается единая плоскость Единая плоскость, полностью единая Вот, в которой встроена уже заподлицо светильник Вот эта вот кухня, полностью вся модель обошлась в 280 тысяч рублей со сборкой Шкафы тоже отдельно, да? Да, шкафы отдельно, но это МДФ Это МДФ, крашенная матовой краской Здесь 7 слоев Очень стойкая покраска Она очень хорошо моется Качество просто прекрасное Потому что, как правило, многие после покраски, наверное, приходят вещи, которые смотришь так вот на свет Они такие, чуть шершавые А здесь... Знаю тебя, ты не пропущу Нет, нет, не пропущу Я сразу работаю с этой компанией И я очень довольна их качеством, их монтажниками, их конструкторами Которые всегда спроектируют тебе так, как тебе нужно То есть все размеры были подогнаны четко под эту нишу И более того, когда это все строилось, мы не имели возможности сделать замеры ниши То есть вся стройка происходила на листе бумаги Конструктор тоже помогал мне со всеми допусками, чтобы потом это уже все встроилось У нас не было ни полов готовых, ни потолков, ни зашпаклеванных стен То есть мы это делали Да я как это вы таки... Вот это два конструктора, я и конструктор компании «Нел Кухни» Мы спроектировались, смогли сделать такие допусты, такие зазоры Что кухня потом приехала и стала как приютная А система хранения после этого денег обошлась? Система хранения... У нас два шкафа есть Один здесь, где хранятся вещи хозяйские А здесь у нас такие выдвижные комоды То есть у нас очень много систем компании «Блюм» То есть здесь все очень хорошие петли И есть такой еще маленький комодик рабочий Где вот наша замечательная Елена работает с того, что все эти вещи А во-первых, есть еще замечательные шкафы Которые... Вот там вверху тоже можно все схранить Вот... И в подъемный механизм, а тот тоже открывается И непосредственно здесь еще два шкафа Которые можно нажать Они теперь все незаподлены И закрыть Единственное, я старалась выбрать единую линию Поэтому этот шкаф, состоящий, казалось, без двух частей На самом деле, это одна-одина лица Здесь еще есть другой, очень удивительный шкафчик Пойдем со мной вам покажу Он находится перед ванной комнатой И в этом шкафчике... Маленький, узенький И в нем находится стремянка И, как вы понимаете, вот есть эта ручка Для ванной комнаты И у нас при открытии двери ничего не происходит Она до нее не касается Потому что мы вот этот вот руст реализовали Вот он есть Этот руст продолжается наверх Но этот верхний шкафчик осчитан таким образом, что он может открываться полностью Вот видите? Ничто никому не мешает Там хранятся вот всякие запасные остатки В этой дверке должен быть домофон Просто еще не сделали Да, просто его еще не смонтируют Потому что домофон нужен максимально тонкий Мы ждем, пока какая-нибудь компания придумает максимально тонкий смарт домофон Ну ничего, если мы дождемся Да, еще не выписано Все основные пускай толстые Еще одна проблема в этой квартире была в том, что здесь по всему потолку проходит сплинкерная система пожаротушения Если вы сейчас посомните на верх, то вы видите сплинкерные головки Ты знаешь, у меня здесь еще один необычный свет Вечерний Вечерний Романтик Это для вечера Это для вечера Вечером светишь Романтик Точно Включил вот эту подсветку Светильники Вот эти вот Красивые Да И еще свечка И самое главное Очень хочется людям рассказать про то, что можно сделать шторы, не используя стандартные карнизы Вы всегда можете сделать Я бы сказала, нужно сделать На самом деле все вот эти дурацкие карницы, которые уже просто не модные, да и смотрятся реально некрасиво Уже давно делают потолки так, что скрывают струны, всего лишь струны Не надо вот эти вот палки металлические или деревянные покупать за потолком, за нишей, да, как бы Но и ты делаешь это в принципе всегда очень достойно и красиво То есть надо заранее предусмотреть, чтобы потолок в этом месте опустить И обратите внимание, здесь тюль, она без всяких узоров в рисунках, это давно уже не модно Но если только вы не делаете какую-то дуальность Ардекошную или ардекошную квартиру Ардекошную или классику, да, для современного стиля никакие рисунки просто не нужны Да, ни венделя, ни ромбики, ни цветочки Это как бы будет не совсем корректно для такого сдержанного интерьера Все-таки мы старались здесь сделать интерьер такой, чтобы он был актуален через 5 лет, через 10, через 15, через 20 Лена, да, на самом деле, нашим зрителям понятно, что там тренд, модные цвета и все прочее, да, люди у меня пишут комментарии, что типа Если каждый раз, ну, смотри, я тоже подумаю на этот счет, да, если каждый раз смотреть тренд То как это, это что, ремонт переделывать заново, да, ну, представляешь, что через 10 лет это не модно Ну, через 10 лет понятно, что люди уже готовы делать ремонты, но, как правило, там все равно иногда тренд, он за 3 года выходит Уже что-то новое, модное, да, ладно, купил новое платье, а там новую столешницу, новый диван купить достаточно накладно, да Поэтому выбираем такие простые, лаконичные вещи, которые, ну, долго остаются в моде И главное, чтобы они нравились, да, чтобы было, вот, глядя на этот диван, было не только комфортно, но и прям вот, прям тепло, да Я вот хожу и радуюсь, да, что обстановка у нас такая Многие, на самом деле, вещи можно купить в Икее, так как вот, мои дорогие светильники, наверняка это реплика каких-нибудь итальянских светильников, да Мы иногда в проектах используем реплики, что такого? Ничего, ничего страшного, абсолютно, они очень хорошего качества, замечательные, заводской покраски И подходят сюда по стилю, по дизайну, и придают некий шарм, да, помещение То есть она была приобретена в Икее, на Суперее, да Смотри, а ножки? Ножки металлические? Специальную ножку, металлическую, нам, соответственно, поставили нео-кухни А, то есть это кухня? Да, это нео-кухни, нам взяли такую ножку Мы заранее им объяснили, что нам нужно И они нам подожили такой вариант, который, в связи с тем, что у меня очень много здесь чёрных акцентов Да, чёрный акцент на диване, чёрный акцент на низших потолках, чёрные светильники Нет, ножка отлично сюда записалась Да, рамочки чёрные Да, рамочки чёрные Ножки на стульях На стульях тоже чёрные Ну, телевизор из компьютера, но тоже чёрные Вот, почему мы выбрали Икее? Давайте я тебе расскажу, объясню Дело в том, что покупать столешницу из какого-то брамора, либо из кориана, либо из какого-то другого, любого кварцевого композита, это очень дорого Но, столешницы из ДСП, они не имеют обрамления на задней кромке Только Икея делает столешницу, у которой кромка идёт по периметру всей столешницы Поэтому мы и выбрали Икею, всё-таки есть вещи, которые она делает грамотно А, ну международа Да, есть корцевая кромка У Икеи идёт по всему периметру столешницы, поэтому её можно использовать на барных зонах А никакие другие столешницы дешёвые из ДСП вы не сможете таким образом использовать Потому что они не имеют задней кромки У них, взятый, задний торец всегда не обработаны Чтобы его можно было подрезать Лучше такую квартиру, да? Очень А что ты готова делать для того, чтобы у тебя такая квартира? Лучше, она нужна на шестёрке На шестёрке На шестёрке? На шестёрке И снимать ещё мне не обстоят Молодец Приходится Приходится снимать? Ты считаешь, что мама должна квартиру покупать? Вентилятор Вентилятор работает, вентилятор Поэтому у нас есть двадцатная сита, чтобы можно было выключить И вот у нас всё, ничего не шумит И работает свет у нас в дышевой Итак, мы обещали, что мы вдвоём поместимся в дышевой Тут поместимся Вот такая ниша Здесь можно пройти Сюда и в краём можно пройти Заставь Вот заходишь В краём можно ещё Вот Тоже сюда поместишь Замечательная маркетка Вот тут сел и моешься Садись Вот Мы здесь сели Тут ещё и все вчетвером вместе с хозяйкой квартиру И У нас здесь, видите, специально продуманная ниша с полочкой Где можно поставить все шампуни, скрабы То есть я так любят девочки И это незаметно То есть очень важно просто смотреть Как идёт в Синью-Йорке Так важно Ну как сделано А тут сидишь и моешь Нет, я только на камеру улыбаюсь На камеру Да? Да Знаешь, что вдвоём можно мыться Сел и моешься Даже мы с тобой поместились Да, отлично Ноги можно вот так протянуть Гостей можно приглашать Мыться Такую маленькую квартиру помыться Кучей гостей Всех напихнула А ты слышишь? 25 квадратных метров Такое ощущение, что квадратов 40 Нет, здесь 25 и 6 25 и 6 Прикольно Прикольно Поддон акриловый использовали, да? Да Поддон акриловый Покупали в Сантехкомфорте Так же, как и дверцу покупали вот эту вот Тоже так же Так же, как и всё смеситель Так же, как и раковину, и ванну И замечательное зеркало И душевой гарнитур И всё Совсем Вся сантехника Правда, в сантехниках Правда ли? Да, обязательно надо В сантехкомфорте Здесь Лена обустроила Максимально всё компактно Взяла Зеркальный шкаф Потому что туда всякие баночки, да? Да, и у нас Зеркальные Специальная сушечка Специальная сушечка Да, потому что Голоконных здесь нету И вещи надо где-то сушить Специально Лена взяла электрический Её полотенцесушитель Для того, чтобы Круглогодично Было где сушить Вещи Чтобы При отключении Воды У нас не пропадало Тепло Его можно всегда Включить И высушить На самом деле Ничего страшного Нет в полотенцесушителях Они не съедают Очень много электроэнергии И просто Их надо научиться Отключать Либо брать Вот как Здесь По-моему у тебя Стаймер Здесь можно Его выставить На определенное время В зависимости Да Просто понять За сколько Например Высушиваются вещи Или понять Когда это возможно Тепло Когда можно Отключить То есть Тем самым Ну вот На этом Не сэкономить Но зато Это будет удобно Потом Здесь очень удобно Ты вышел из душевой Вот Вышел И взял Полотенце Использовавшись Ну и у тебя еще Тешечки Я смотрю И еще Тешечки Халатики Предусмотрены Здесь все Очень грамотно сделано В этой квартире Прям Пишите ваши комментарии Да Пожалуйста Пишите Чтобы вам еще Хотелось посмотреть До свидания До свидания До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok